Ольга Александровна – серебряный волонтёр. И сейчас она занимается любимым с молодостью увлечением. Делает дракончиков, котиков и зайчиков, чтобы подарить их семьям, пострадавшим в ходе боевых действий. Нашли мне пряху, нашли мне шерсть. Всё, я взяла и вспомнила всё. А теперь я приду, приду, девчонкам своим отдаю, они вяжут носки. Так что вот мы без работы не сидим. Свой опыт волонтёр привезла на фестиваль-ярмарку в фокусе «Семья». Здесь собрались представители 18 социальных организаций края, чтобы поделиться своими социальными практиками, теоретически и практически. Например, эта игра символизирует баланс в семейных отношениях. Важно слышать каждого. Поддержка требуется мамам детей с особенностями развития. Таких в крае почти 400 человек, говорят специалисты. В центрах соцобслуживания подсказывают семьям, как, например, мамам детей с аутизмом помогать им познавать мир с помощью таких массажных мячиков и погремушек. Мы верим в родителей, верим в детей и надеемся, что вот это оборудование, которое куплено в рамках доступной среды в Алтайском крае, поможет нашим детям стать на ступеньку выше в своём развитии и максимально социализироваться в это общество. А особая работа ведётся с женщинами, пережившими насилие. Им готовы предоставить временный приют и помогают отпустить эмоции. Для женщин, которые пострадали от насилия, у нас также есть специализированные комнаты, где женщины могут отреагировать свои негативные чувства, чтобы они не пошли на своих родных и близких. Социальная работа в крае ведётся со всеми возрастами. Жители Мамонтовского района приучают к активному долголетию. Это развитие мозга, это развитие движения, то есть спорты, прочие практики, шахматы. То есть мы вовлекаем пенсионеров в различные направления работы. Финансовая грамотность. Сейчас всё больше людей пожилого возраста. Интересно изучать смартфоны, как работают ноутбуки. Неблагополучные и благополучные семьи, инвалиды и пострадавшие во время боевых действий, жители в кризисной ситуации. В каждой категории сотрудники соцучреждений ищут свой подход и разрабатывают индивидуальные практики. А такие фестивали позволяют специалистам перенять опыт. Дарья Ирошина, Алексей Фризин. День с толком.